друзья всем привет сегодня покажу вам как из простой баночки лотка для яиц и остаток остатков коробочки сделать очень красивый сказочный праздничный светильник всем приятного просмотра начинаем для начала нам нужно сделать подставочку ставим банку куда-нибудь посередине обводим ее и вокруг нее оставляем такое произвольное пространство этой будет наша подставочка в середине круга нам нужно сделать отверстие которое будет входить шнур чтобы это был светильник теперь вырезаем это все и хорошенечко проклеиваем все места скотчем бумажным вот таким вот образом там эти места небольшие узкие можно кусочками а вокруг можно длинной лентой вот так вот я прошлась несколько раз несколько слоев не особо стараюсь аккуратненько тут не обязательно делать главное что плотно полчаса подставка теперь вот я приклею баночку можно горячим клеем а можно 88 супер клеем обычным вот так вот по всем периметру ставим ее придавили и все отлично зафиксировалась еще здесь немножечко пройдусь для надежности тут у меня получается выемка такая я ее сейчас буду закрывать фольгой выравнивать чтобы получалось что банка плотно прилегает подставки фольгой наращиваем нужный нужную толщину вот таким образом просто применяя краешку еще немножко добавим это как всегда творчество которое не требует особых умений навыков здесь невозможно ничего испортить всегда можно что-то добавить или убрать больше всего люблю делать из простых материалов не страшно испортить и всегда можно что-то подправить а получается красиво и хорошо теперь я вот эту фольгу еще дополнительно укреплю скотчем теперь хочу сделать порожек вырезаю вот так вот произвольную часть даже две одинаковые чтобы он потолще был склеиваю их если банка у вас круглая то нужна небольшая выемка в середине что порожек плотно прилегал к банке хочу две ступенечки сделать чтобы была вторая деталь четко такой же как и первое можно так приклеить на картон очку и вырезать сразу напоминаю горячий клей не обязательно иметь можно заменить его супер клеем теперь еще так скотчем немножечко все это заклеила хорошенько и буду делать дверцу и и лучше рисовать так чтобы вот эти полосочки которые есть на гофрокартоне чтобы они были вертикально потому что если их продавить ногтем или ножничками получается красивая структура досок сейчас я все это вырежу хорошенько вот принципе вполне подходит вот такая дверца и вот теперь мы вот эти вот поростки которые есть у гофрокартоне вот таким образом проявляем и получается как будто досточки посмотрели если все нравится можно приклеить не нравится можно сделать новую приклеили не понравилось можно оторвать приклеить другого вообще никаких проблем вот так здесь я сделала такие два маленьких кусочка чтобы было кошечка фигурная и еще хочу сделать вот такой вот козырек и вот так же вот вырезаю скинаю немного картон и приклеиваю обклеиваю его сход скотчем теперь нужно сделать крышу мы заберем замеряем ширину банки и берем с запасом я промерила 10 сантиметров вырезаем достаточно длинную полосу с той шириной которая вам нужна для крыши чтобы выбрать ее нужную длину вот так вот сгинаем и смотрим как нам нравится насколько мы хотим высокой крышу вот вот так меня устроит я беру загинаю и подравниваю второй край спокойно получается ровная крыша той длины которая мне нужна теперь нам нужно сюда вклеить треугольничек чтобы его не промерять дополнительно не высчитывать там ничего вы точно также вы прикладываете как вам нравится вот хочется например вот так вот придерживайте и немножечко прихватив клеем чуть-чуть буквально чтобы легко было оторвать эту картонку держите и прикладывайте вот так и теперь вам просто нужно срезать лишнее таким образом мы получаем ровный треугольничек нужного нам размера я пожалуй еще сделаю наверно окошко здесь внутри вот примерили все хорошо и теперь окошечко такое можно от руки просто кружочек нарисовать делаем второй треугольничек который будет у нас закрывать заднюю часть крыши точно так же прикладываем чтобы получилось одинаковые детали здесь я кусочками опять края проклеиваю скотчем отрываете маленькие кусочки неважно ровные неровные здесь задача просто укрепить вот эти части эта поделка вообще не предполагает особой ровности в этом ее прелесть можно даже с детками маленькими делать что собственно говоря делая просто моя малышня за кадром после меня играет теперь вот такой вот кусочек вырезаю из пластикового контейнера для еды и наклеиваю в его вот сюда чтобы было окошечко можно взять принципе файл плотный тоже кусочек вырезать тоже подойдет ну из контейнера он более прозрачный такой плотненький пластик прикладываем смотрим все хорошо теперь нам нужно вклеить это треугольничек в крышу ориентируемся на серединку и прикладываем я оставляю немного напуска так я укрепляю это все скотчем здесь сделала еще тоже из картон очки такие перегородки на окошко теперь приклею крышу смотрю приблизительно где крыша прилегает к банке и там хорошенько промазываю клеем и аккуратненько не спеша прикладываем чтобы было ровненько так вот хорошо теперь вот показываю вам я немножко просчиталась с шириной крыши получилась вот такая вот ерунда сзади какая-то немножко плоская странная крыша ничего страшного берем кусочек и доклеиваем его спокойно вот таким образом теперь все красиво хорошо теперь хочу еще вот такой вот кусочек добавить как сделать чтобы был изгиб правильный вот так вот прикладывайте краешку смотрите чтобы согнутая часть была под 90 градусов углом приложили отметили и обрезали лишнее вот так получается что у вас как раз ровненько вот так вот та штучка прикладывается вот ее приклеила проклеила скотчем все хорошенько теперь хочу сделать окошки для этого опять друг картон вырезаю произвольные вот одно мне круглая захотелось одно такое более продолговато и вырезайте какие вам нравится и прикладывайте по-разному смотрите куда бы вам хотелось их разместить каким образом можно по разному то сделать я пожалуй вот таким образом приклеим в этот раз воспользуюсь клеем 88 чтобы тонкие детали было легче приклеить вот я здесь еще сделала вот такой вот подоконник и решила сделать такой небольшой балкончик беру полосочку сгибаю также бутик прикладываю и лишнее обрезаю вот такой балкончик теперь можно приклеить теперь его дополнительно укрепляю кусочками скотча соединяю дном ну что пришло время использовать лоток для яиц кстати его можно было использовать и как замену картонки если вы хотите там например дверь вырезать или окошки даже удобнее это делать я сейчас буду делать черепицу так нарезаю нарезаю с крышки с боков вот такие вот полосочки не толстые тоже тут можно особо не стараться размер особо не имеет значения и буду делать черепицу так более-менее приблизительно одной толщины и приблизительно одной высоты крышу начинаем клеить вот эту черепицу снизу вверх вот таким вот образом немножечко заходя за край крыши наклеиваем вот эти полосочки можно не супер плотно друг другу второй ряд вот так вот идет сверху вот то что у нас получается в итоге краешки можно вот так вот чуть-чуть по загинать тогда она будет более структурно и интересно смотреться здесь я пожалуй тоже укреплю скотчем теперь хочу немножко придать вот такой вот структуры вот этой вот этому кусочку крыши вот так вот немножко проминаю скотч таким вот образом и наклеиваю его сверху тоже особо можно не стараться краешки можно завернуть внутрь это делается для определенной структуры это делать не обязательно можно и без этого обойтись но мне вот хочется немножко добавить здесь какой-то такой структурированности теперь мы берем опять то что у нас осталось от лотка и рвем вот такие вот маленькие произвольные кусочки неровной формы теперь будем имитировать каменную кладку намазываем клеем можно горячим можно супер клеем кусочек намазали такой небольшой и пока он еще не высох произвольном порядке вот так вот выкладываем будто камешки эти кусочки из лотка образом теперь я это все покрываю краской вот такой вот бежево-желтой и беру еще темно-коричневую краску и вот так вот прокрашиваю двери хорошенечко все закрашиваем и балкончик можно например не бежевый делать серый к примеру таким образом все прокрашиваю теперь крашу крышу захотелось мне вот такой вот темно-красный цвет тоже опять же она может быть любого цвета может быть оранжевый например тоже будет красиво смотрится вот я все прокрасила те белые места которые видны и это не страшно потом это все закрасится теперь мы берем более светлый цвет оттенок похожий на светлее и вот так вот полусухой кисточкой проходимся быстренько промакивая ее хорошенько то есть на кисточке должно быть очень мало краски вот таким вот образом мы делаем немножечко переход цвета то же самое я делаю и на балкончике высветляю определенные участки полусухой кисточкой то же самое делаю и с дверью выделяю вот эти вот имитацию досочек принцип такой цвет темнее потом еще светлее похожий оттенок и потом еще более светлый оттенок тогда получается объемная объемный эффект так порожек немножко кошки прорабатываем закрасим и здесь тоже я оставляю вот эти вот части которые имитируют камешки чтобы потом выделить их более светлым цветом беру тот же бежевый которым красила основную часть и прохожусь по вот этим камешком немножко их высветляю теперь беру светло бежевый промакиваю кисточку до полусухого состояния и вот так вот полусухой кистью выделяю структуру если вы выбрали другие цвета то принципе можно все что угодно любой цвет главное вот принцип такой вот чтоб получилась объемный эффект это высветлять выступающие части декора более светлым цветом теперь можно покрасить подставочку нашу я беру темно-коричневый вот что получается если например вы хотите сделать домик не в зимней тематике ну я хочу сделать новогодний такой вот зимний домик поэтому я беру белую краску промакиваю опять кисточку до сухого состояния и выделяю все выступающие места вот таким вот образом хорошенько дверь как будто вот изморозь такая на двери там где может снежок на насыпаться там более ярче выделяя белым так прорабатываем порожек балкончик и вот так вот имитируем такую изморозь вокруг двери и вокруг окошек то же самое делаем не забываем промакивать кисть чтобы она была практически сухая и по чуть-чуть по чуть-чуть добавляем белый цвет как нам хочется выделяем объемные части и и Теперь нам нужно сделать то же самое и с крышей. Выступающие части мы покрываем белой краской, имитируя иней. Не забываем промакивать кисть, здесь лучше добавлять все время, чем немножко переборщить, хотя опять же возьмете ту краску, которой красили, можете закрасить, если сильно что-то беленькое получилось больше, чем вы хотели. Теперь мне хочется добавить еще снежка. Для этого я беру обычную вату, клей ПВА, развожу его немножко водой, потому что он у меня достаточно густой, и вот такие маленькие кусочки, хорошенько отжимая, вот так вот разрывая в произвольном порядке, выкладываю там, где теоретически может быть снежок, на подставке, на крыше. Когда вата просохнет, она станет твердой. Если вы сильно разбавляете водой, вата будет сохнуть дольше. Если более густой клей и меньше воды, то вата высохнет быстрее. Теперь я хочу добавить такого блестящего декора. У меня наконец-то появился глиттер. Сейчас я так вот посыплю, чтобы все красиво, празднично блестело. Там, где посыпаю, там дополнительно промазываю клеем, чтобы оно хорошенько приклеилось все. Нужно кисточкой прямо вот так вот макнуть блестки и пройтись там, где вам хочется добавить блеска. Порожек тоже. Теперь беру щетки и звездочки и тоже немножко посыпаю. И вот какой симпатичный домик светильник у нас получился. Внутри я разместила гирлянду и вот так вот он выглядит ночью. такой сказочный интересный светильник. Друзья, спасибо, что смотрите мои видео до конца. Подписывайтесь, пожалуйста. Будет еще очень много чего интересного. Спасибо. �에